Сейчас рынки очень сильно колбасит и самая главная цель это не потерять деньги, когда рынки упадут, потому что они неминуемо должны упасть. Вроде все это признают по причине того, что ставки кругом повышают в центробанке и это приведет к повышению всех кредитов, всех ставок и падению фондового рынка, который необычайно разут. И в этой ситуации возникает вопрос, куда же инвестировать надежно и здесь мы больше склоняемся к облигациям, я по крайней мере рекомендую вам инвестировать в облигации, потому что может быть вы и не заработаете очень больших денег, но зато вы точно не потеряете, на акциях можно потерять, потому что в акциях надо разбираться какие акции покупать, какие нет. И в прошлых двух видео я рассказал про акции, в первом видео я рассказал про ОФЗ, во втором от чего зависит стоимость облигаций. И сейчас я взорву вам мозг, потому что в облигациях есть огромное число разных дополнительных параметров, которые надо учитывать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Но вот смотрите, в прошлом видео, в последнем я рассказывал про облигации. И я рассказывал на самом деле про самый простой пример, на самом деле он самый-самый распространенный пример облигации. Самый распространенный вид облигаций это облигации с постоянным купоном, который выплачивается регулярно, раз в полгода обычно. И большинство облигаций именно такие, о которых я рассказывал в прошлом видео. Но там доходность, и речь шла о доходностях на ОФЗ, там в районе 9-57%, и хочется, конечно же, посмотреть, где побольше доходности. Когда я начал искать облигации, ну, повыше доходность, чем ОФЗ, конечно, хочется. И я стал включать поиск по облигациям и обнаружил, что этих облигаций какое-то огромное количество, и что там можно найти, оказывается, такие доходности, совершенно, так сказать, фантастические какие-то, там, ну, буквально тысячи процентов годовых доходностей. Я думаю, ну, нифига себе, что-то тут вообще нереальное. А с другой стороны, есть облигации, у которых нулевая доходность, и, тем не менее, их покупают, как ни странно. Я думаю, ну, что же это такое за такие облигации, и почему их покупают, и вообще, чем они отличаются. Я долго пытался понять, что же это, так сказать, за облигации, и почему они такие. И давайте я напомню, о чем я рассказывал в прошлый раз. Это облигации с постоянным купоном, вот посмотрите, здесь вот схематично нарисован, как бы, облигация на 8 лет рассматривалась, там, конкретная облигация, там, насколько я помню. И здесь вот постоянная купонная доходность. Каким образом она выплачивается? Ну, вот раз в полгода, вот здесь вот раз вот так накопилось, выплатили, потом, значит, еще столько же накопилось, выплатили, и так далее. То есть раз в полгода выплачивается постоянный купон, который заранее известен. Этот купон начисляется на номинал облигации. Номинал облигации, как правило, 1000 рублей, и облигаций с таким номиналом, ну, просто огромное количество, они, большинство облигаций именно с таким номиналом. В 1000 рублей, хотя не все. Вот, и доходность по облигациям, это складывается, как я говорил, купонная доходность, плюс разница между ценой покупки облигаций и ценой продажи, либо погашения. Погашение облигаций всегда идет по номиналу. Вот такая история. Теперь, значит, какие есть вариации? Смотрите, дело в том, что облигация, это все-таки, ну, как бы, мы даем деньги в долг, то есть мы выступаем в роли банка, а банк дает деньги, как бы, в кредит нам. И мы уже привыкли к такому виду кредита, вот, ну, как ипотечный кредит, когда люди берут ипотечный кредит, они всегда знают, что по ипотечному кредиту всегда выплаты каждый месяц одинаковые абсолютно. И, ну, для того, чтобы это не было шоком. Почему это удобно для людей? Ну, потому что человек, вот, просто вот привыкаешь, он говорит, вот, я ежемесячно плачу вот такую-то сумму, и он к этой сумме привыкает. Как рассчитывается эта сумма? Дело в том, что эта сумма включает в себя и проценты, и погашение тела кредита. Но, когда мы в начале кредита, в начале этого цикла, мы, вот, эта сумма состоит целиком практически из процентов, и тело кредита там совсем маленькое, а потом постепенно доля тела кредита увеличивается, то есть банк сначала берет проценты с вас, и многие возмущаются, они говорят, вот, я там три года платила, например, на 25 лет взяла ипотечный кредит, потом чувствую, не потяну, значит, я часто видел такие публикации, чувствую, не потяну, человек берет, значит, продает эту квартиру и спрашивает, а сколько же я должна заплатить денег, чтобы, ну, как бы, погасить вот оставшуюся часть кредита? Три года платила, говорит, три миллиона за три года заплатила, сколько же там осталось от кредита? Оказывается, что от кредита практически, ну, мало что изменилось, мало уменьшилась сумма кредита, то есть, оказывается, то есть люди с удивлением обнаружили, что они платили целиком налоги. Это так называемый аннуитет, аннуитет, и это слово я предлагаю запомнить, потому что, ну, мы к этому еще вернемся. Чем он хорош? Тем, что все платежи равномерные. Что по поводу облигаций? Облигаций, когда мы покупаем облигации, мы даем деньги заемщику своему, да, мы выступаем в роли банка, но здесь нет никакого аннуитета. Мы отдали деньги, там, ну, не тысячу рублей, а сколько, там, цену облигации, и дальше, вплоть до погашения, мы получаем мизерные вот эти вот купоны. Купоны очень маленькие. То есть, что там, 40 рублей на каждую, так сказать, облигацию, так сказать, там, ну, ни о чем, 35-40 рублей на каждую облигацию раз в полгода мы получаем. Это совсем, совсем маленькие купоны. И потом, значит, когда в момент погашения, в последний, с выплатой последнего купона гасится весь, вся облигация по номиналу. То есть, смотрите, ну, это, во-первых, неудобно для нас, потому что, смотрите, мы, так сказать, заплатили деньги, а тут какие-то, ну, какой-то мизер капает, откровенно говоря. Это не так интересно, и с этим как-то хочется бороться, и хотелось бы, чтобы, конечно же, деньги возвращались нам как-то равномерно. Вот. И заемщику то же самое это не нравится. И поэтому есть облигации типа аннуитета, вот как бы, да, значит, облигации с амортизацией они называются. То есть, вы с каждым купоном получаете не только купон, но еще и часть тела облигаций. То есть, номинал облигации потихонечку снижается. Но зато вы получаете купон и, значит, часть тела облигаций. Вот что такое облигации с амортизацией. Удобно это или нет, ну, решать вам, ну, по крайней мере, для заемщика это вполне себе комфортно, потому что он постепенно гасит, и для него не будет шоком вот это вот накопить деньги на конец, на момент начала облигаций. Как компании выходят из этой ситуации? Ну, они обычно, ну, точно так же, как люди, перезанимают, то есть, выпускают новый вид облигаций, и, соответственно, за счет новых облигаций, за счет выпуска новых облигаций гасятся старые. То есть, вот таким образом происходит. Здесь никаких, как бы, секрета нет. И точно так же, вот я был на днях на вебинаре, открытие, они тоже, точно так же рекомендуют и покупать облигации. Они рекомендуют покупать, ну, например, это одна из стратегий, это покупать не какие-то конкретные, это самая простая стратегия. Они ее не рекомендуют, но, как бы, одна из стратегий, это купить сразу все выпуски, и поэтому тогда, ну, через какое-то время, какая-то облигация, вот она погашена, вы получаете и очередные купоны, и свои деньги назад, тысячу рублей, значит, потом следующие, так сказать, в следующем месяце следующие тысячи рублей и так далее. И, значит, вот таким образом получается вот такая штука. Итак, значит, я рассказал про облигации с аннуитетом, не с аннуитетом, с амортизацией, так называемой, облигацией. Теперь далее, смотрите, эти облигации, ну, по крайней мере, с такими облигациями, там, они более честные, по крайней мере, и здесь нет для заемщика необходимости накапливать, то есть, если он не выпускает, не перевыпускает, не перезанимает деньги, то нет необходимости накапливать вот эту огромную сумму в конце. А что же происходит с облигацией, если заемщик, ну, как бы не может накопить эту сумму в конце, или там не может накопить даже сумму на купоны? Что же происходит в этот момент? Смотрите, дело в том, что облигации, они, это особый вид бумаг, по которым есть определенный порядок. И если эмитент облигации, ну, то есть заемщик, задержал купон на один день, то возникает ситуация, какая технический дефолт, что это значит? Это значит, что включается счетчик и, значит, дается заемщику, там, 10 или 15 дней для того, чтобы изыскать эти средства, 15 дней, там все строго, там прямо вот автоматически все происходит, никто ничего не рассматривает, никого нельзя уговорить, возникает ситуация через 15 дней, если деньги не получены, возникает ситуация дефолта. Что это такое? А дефолт это самая страшная вещь для заемщика, потому что, когда заемщик объявляет дефолт по облигациям, то что происходит? Происходит отстранение руководства от руководства компании. То есть, все, ребята, вы не справились со своими обязательствами. И возбуждается дело о банкротстве компании. И по делу о банкротстве компании назначается уже внешний управляющий, который занимается как раз вот разгребанием этих долгов. И есть определенный порядок выплаты денег компанией. То есть, смотрите, какой это порядок. В первую очередь выплачиваются долги по зарплате сотрудникам, во вторую очередь долги по налогам перед государством. Раньше это было наоборот. Сначала налоги, потом долги по зарплате. Но недавно зарплату поставили вперед. И вот на третьем месте стоит как раз выплата по облигациям. А на четвертом месте стоят выплаты по расчетам с поставщиками или, значит, там, как называется, расчеты с сторонними организациями, что ли, с поставщиками продукции и так далее. Вот, то есть, это уже на четвертом месте после облигаций. И все, что осталось после этого, там, расчеты по кредитам с банками и так далее, это уже после облигаций идет. И дальше, значит, если что-то там вдруг осталось, там, то именно облигации, как правило, не остается, если честно. Вот, то получается, если что-то вдруг осталось, то, получается, остальное распределяется акционерам. Но акционерам не достается ничего, поэтому облигации дают более надежные, скажем, инструменты считаются, чем акции, потому что по облигациям выплата идет, ну, значительно раньше, так сказать, по порядку, чем по акциям. И по-немецки, например, порядок – это Ordnung, то есть порядок выплаты денег по обязательствам. И есть облигации так называемые субординированные. Что такое субординированные облигации? Это значит, что вот этот порядок выплаты по ним меняется. То есть сначала выплачивается что-то еще с поставщиками, а уже потом держателем облигаций. Поэтому если вы видите, что облигация субординированная, то это уже повышенные риски. И если вы видите, что по какой-то облигации повышенный процент доходности, то посмотрите, не является ли это облигацией субординированной. Понятно? Теперь далее, смотрите. Вот здесь возвращаемся к этой же картинке. Купонная доходность, купон постоянный. И как я уже сказал, что облигации бывают долгосрочные, в этом весь кайф, на 10 лет, например. И когда заемщик берет эти облигации, то есть мы когда даем деньги заемщику, мы рискуем. Потому что кто его знает, как заемщик обычно берет эти деньги для чего? Для того, чтобы построить завод какой-то, новый проект какой-то производственный и так далее. И есть определенные риски, будет этот проект приносить прибыль или нет. Это с нашей стороны. А со стороны заемщика тоже есть риски. Потому что заемщик смотрит и думает, блин, я вот беру, да, вот сейчас такая инфляция, сейчас такая ставка инфляции. Я беру облигации с такой выпускаю доходностью. А что если ставка ЦБ изменится, то есть инфляция изменится, например, затормозится. И тогда получается, что что это я плачу, значит, ну, например, купонная доходность, скажем, 15% годовых. И возникает такая ситуация, что, черт его знает, лучше бы, ну, просто если там все хорошо, зачем платить такие деньги? Лучше либо перезанять, либо еще что-то. И закрыть эту облигацию досрочно. Ну, все мы знаем, когда мы берем кредит, значит, как я уже сказал, что все кредиты мы стремимся брать с возможностью досрочного погашения. Так вот, облигации, как правило, не предусматривают досрочного погашения, не предусматривают, как правило. Но бывают облигации с офертой, и эти облигации предусматривают пересмотр условий выпуска. То есть, может быть, пересмотр по купонной доходности, и может быть, пересмотр, вообще говоря, ну, оферта, это значит, что в любой момент с выплатой очередного купона эмитент облигации может вернуть вам номинал. Ну, говорит, ну, мне больше не надо, заберите свое добро. Вот, и, ну, это неожиданность, конечно, потому что мы, например, хотим получать повышенную доходность, и тут вдруг раз, и выясняется, что не, ребята, хватит, халява кончилась. Вот, поэтому бывают облигации с офертой. Оферта – это пересмотр условий по облигациям. Вот, и оферта бывает просто безусловная, то есть, как бы, в любой момент с выплатой очередного купона заемщик имеет право, оферта – это право, выкупить эту облигацию, то есть, вернуть вам деньги, исполнить все обязательства по облигации досрочно, вот что такое оферта. Либо пересмотреть ставку купона. Поэтому, когда вы видите, скажем, ну, подозрительно высокую ставку купона, посмотрите, пожалуйста, не является ли это облигацией, а, субординированной, б, значит, есть ли там оферта. Потому что высокая доходность – это говорит часто о том, что, ну, здесь, возможно, оферта. Оферта бывает разная, и поэтому, ну, вот такая бывает. Или, например, оферта по купонной доходности, то есть, раз, и заказчик, например, снижает купонную доходность, все, или там увеличивает ее. Пожалуйста, есть такие облигации. Итак, облигации с офертой мы рассмотрели. Теперь далее. Смотрите, мы уже знаем, что такое дефолт, технический дефолт, облигации с оферта, субординированная. Идем далее. По списку. Смотрите, есть облигации краткосрочные, есть облигации долгосрочные. Краткосрочные – это, там, один год, три года, пять лет, там, еще более-менее, ну, это средний уже срок. Десять лет – это долгосрочная считается облигация. И в прошлом видео я рассказывал о том, как вот влияет срок облигации на ее цену. И недавно совершенно появились вечные облигации. Вечные облигации, то есть, вообще нет срока. А давайте забудем про срок, и все. И тогда как же считается доходность по этой облигации, так сказать, там, все, так сказать, формула теряется, там, бесконечность получается, а мы делили там на количество лет. Что это такое, и, значит, что такое вечные облигации, и стоит ли их брать? На самом деле, вечные облигации – это очень даже неплохая штука, потому что вечные облигации обычно привязаны к уровню инфляции. То есть, там ставка купонной доходности, все очень просто, они говорят, ставка купонной доходности по вечным облигациям – это ставка ЦБ плюс 2%. Все, все предельно ясно, и мне кажется, это очень даже хороший вариант. В чем там могут быть риски единственные? Это в том, что надежность облигации, надежность этой бумаги, она ограничена надежностью эмитента. То есть, насколько это в любом случае, любые облигации именно так. Вот, и есть облигации, которые выпускаются государством, это ОФЗ, значит, это государственные облигации. И там риски называются суверенные риски, то есть, государственные риски. То есть, риск, ну, как бы рейтинг государства, есть определенный рейтинг, и это суверенный рейтинг. И по государственным облигациям риск устанавливается не ниже, чем риск самого государства. И такие облигации называются суверенные облигации, то есть, суверенные иногда называются. Это облигации государственные как раз. И есть облигации корпоративные, это облигации, выпускают какие-то компании, холдинги и так далее. Эти компании могут быть государственные, могут быть негосударственные, но это уже идут корпоративные облигации. То есть, есть облигации корпоративные, есть суверенные или государственные. Вот все вот эти вот всякие разные там вечные и так далее, это все корпоративные облигации, они находятся в секторе корпоративных облигаций, именно там их и надо искать. Вот, и есть еще один вид облигаций очень интересный, смотрите, когда эмитент выпускает, делает выпуск облигаций, то есть ему нужны какие-то деньги, то он говорит, он идет в комиссию по ценным бумагам и говорит, я хочу зарегистрировать выпуск облигаций в таком-то количестве, на такую-то сумму, с таким-то номиналом, с такой-то доходностью и так далее. Вот, и как всегда облигации это долг, и комиссия по ценным бумагам говорит, а чем вы их обеспечите, эти облигации, то есть, ну, как бы, вот, чем обеспечены, вот, а что они скажут там, уши, лапы, хвост, вот все мои обязательства. У некоторых компаний бывает такое, вот, и компания говорит, ну, хорошо, тогда мы выпускаем облигации под залог наших акций. Что это значит? Это значит, что облигации имеют все те же самые параметры, значит, срок, но когда облигации будут гаситься, то вместо денег вы получите акции компании. Это, эти такие облигации называются, и их очень мало, они крайне редко встречаются, но я должен сказать про них, значит, это такие облигации называются, эти облигации называются конвертируемыми облигациями, вот, вспомнил. Конвертируемые облигации, то есть, долг компании конвертируется в акции этой же компании, и здесь надо смотреть на условия, потому что иногда это хорошо, иногда это плохо, но когда это плохо? Ну, например, когда компания, ну, компании просто нечего больше заложить, кроме как себя, и, соответственно, если компания там пролетает, денег нет, облигации, выпускает облигации, чтобы рассчитаться с долгами, рассчиталась с долгами, а дальше, значит, деятельность прибыли не приносит, и она говорит, а ладно, значит, вместо денег теперь вы все, мы все вместе будем дружно со владельцами этой компании, и, соответственно, компания, которая приносит убытки и сплошные долги, и, в общем, сказать, эти акции нахрен никому не нужны, могут быть. И такое бывает, и такое бывает даже по принуждению. Например, самый яркий пример, совсем не так давно, несколько лет назад, и вы знаете, что Кипр есть такое государство в Средиземном море, там английское законодательство, и там, ну, для того, чтобы стимулировать экономическую деятельность, правительство ввело очень-очень низкие налоги на все, и, в первую очередь, на финансы, и в результате там очень выгодно было хранить деньги, там низкая налоговая ставка и английское законодательство, и, в том числе, значит, деньги крупнейших российских компаний, государственных, почему-то были зарегистрированы на Кипре, ну, раньше когда-то это был вообще офшор, потом это перестало быть офшором, ну, по крайней мере, там. И, например, когда Медведева спросили, ну, а почему все наши, так сказать, ведущие компании, там, РЖД, там, какая-то, так сказать, там, чуть ли не Сбербанка, ВТБ, зарегистрированы на Кипре, там, дочки, по крайней мере, брокер БКС, кстати, зарегистрированы на Кипре, насколько я знаю. Вот, а почему эти компании зарегистрированы на Кипре, а не в России? Ну, он так, это самое, по-простому сказал, да так удобнее. Вот, и, на самом деле, там просто, ну, хорошее законодательство, и европейцы предпочитают работать как раз с европейскими, как бы, компаниями. Но к чему это привело? К тому, что колоссальные деньги накопились на Кипре в банках, и кипрские банки просто, ну, как бы распухли от денег, а вкладывать их некуда в Кипре и так далее. И, короче говоря, там случился кризис финансовый, и, ну, банки, короче говоря, оказались не в состоянии вернуть деньги своим платчикам, был кризис, и банки сказали, что вот крупнейшим вкладчикам денежки в Эфик получите, вы являетесь совладельцами банка, банков Сайпрос, вот вам акции нашего банка, без возможности продать их в течение 50 лет. Теперь вы совладельцы этого банка. Вот такая история произошла совсем недавно, и такая история может быть, ну, с более мелкими компаниями не такая яркая. С другой стороны, конвертируемые облигации могут быть даже по очень хорошим условиям, и часто это бывает просто способом купить очень хорошие акции, например, акции Apple. То есть Apple выпускает облигации, и он говорит, эти облигации будут конвертированы, и там через три года вы сможете купить, то есть, вернее, обменять эти облигации на акции Apple вот по этому фиксированному курсу, который забит вот прямо вот в проспекте эмиссии. И так как акции Apple очень сильно растут, то, в общем-то, люди готовы даже отрицательный купон платить по таким облигациям для того, чтобы купить акции Apple. Поэтому смотрите очень внимательно, если вы нарветесь на такие конвертируемые облигации, смотрите, может быть это хорошо, может быть это вариант купить акции очень хорошей, быстрорастущей компании задешево, и все вам будут завидовать, либо наоборот, значит, если компания не очень устойчива, то, в общем, вы можете пролететь. Здесь есть определенные риски с конвертируемыми облигациями. Вот такая история. Я надеюсь, что вот это вот понятно. И насколько я понимаю, что я уже взорвала мозг совершенно, поэтому буду закругляться. И сейчас коротко итог. Какие облигации могут быть? Я рассказал про вечные облигации, облигации... А, стоп, еще одна, один вид облигаций. Облигации два вида даже. По купонной доходности, смотрите, купонная доходность это вообще ни о чем. Она может быть высокой, очень высокой, сверхвысокой, а может быть, наоборот, очень низкой или вообще нулевой. И по таким облигациям, конечно же, доходность, ну, текущая доходность вычисляется на основе цены. То есть цена может быть выше номинала, если купон очень высокий, либо цена может быть ниже номинала, если купон очень низкий. И бывают облигации вообще без купона. То есть купон ноль. Вот ноль купон, и все. И такие облигации тоже бывают. То есть вы даете деньги, а заемщик вам говорит, что, значит, облигации будут погашены. То есть вот номинал облигации 1000 рублей, покупайте такие облигации. И цена такой облигации, например, 300 рублей, не удивляйтесь, это цена. Вот, и это значит, что вы по ней точно совершенно получите 70% доход, ну, через какое-то время. Вот через какое-то время. И цена зависит, ну, ровно вот по этому графику, по красной линии. Там она как-то зависит от центральной, от текущей ставки ЦБ. Поэтому очень даже, в принципе, неплохой вариант. Такие облигации называются облигации с дисконтом. То есть купоны выплачиваются в виде дисконта по этим облигациям. Вот такая штука. И есть еще облигации, тоже нулевая доходность, их очень много. И это облигации, их берут с удовольствием. Почему? Потому что эти облигации с условным купоном. Условный купон по условиям не может быть заранее оговорен, поэтому пишется 0%. Но, как правило, это облигации, те самые структурные продукты, которые выпускают брокеры. Их очень много. У каждого брокера есть свои структурные продукты. Как правило, это продукт, который опирается либо на корзину из нескольких акций, либо на один базовый актив. Это так называемый структурный продукт с защитой капитала. У меня есть и то, и другое. Я про них неоднократно рассказывал. То есть у меня в данный момент структурный продукт типа автокол. Он дает 23 или 25% годовых. Но это условный купон. То есть если корзина из четырех акций, если все четыре акции выросли относительно начала выпуска этой облигации, она, как правило, на год выпускается. Если в какой-то там ежемесячный, или раз в квартал бывает, раз в полгода, по-разному периоду наблюдения, если в очередной период наблюдения все четыре акции выросли относительно начала, то возникают условия автокола, и такая облигация просто гасится, и мне возвращаются все мои деньги. Ну, одна облигация там 250 тысяч рублей, она предназначена сейчас для... Нет, не для квалифицированных инвесторов, но просто вот 250 тысяч рублей. У меня 23% или там 25% условный доход. Вот такая доходность у меня. Я с радостью такие облигации беру, потому что купон платится тогда, когда, скажем, ну, как минимум одна акция не выросла. То есть акция не выросла, а я получаю купон 23%, это хорошая страховка от падения рынка. И единственный момент, что, значит, там есть такой диапазон, вот если акция, худшая акция, ниже этого диапазона упала, ниже нижней границы, то и купон не выплачивается, он задерживается, но запоминается. И как только самая худшая акция вошла в этот диапазон, выплачиваются все запомненные купоны. Вот такие облигации, мне кажется, очень даже хорошая история. Это облигации с условным купоном. Ну, теперь я, кажется, рассказал все, о чем я хотел рассказать. Итак, повторяюсь кратко. Есть облигации, значит, краткосрочные, долгосрочные, есть облигации вечные, есть облигации с условиями... Вечные облигации, как правило, опираются на уровень инфляции текущий, на уровень ставки ЦБ. Есть облигации субординированные, есть облигации с офертой, есть облигации с безусловной оферты, есть облигации с оферты где-то посередине, есть облигации с амортизацией, теперь вы знаете, что это такое. Есть облигации с конвертируемой, тоже надо как-то вот, ну, посмотреть на это дело, чтобы не напороться. Есть облигации безкупонные, то есть в которых доходность выплачивается в виде дисконта, есть облигации с условным купоном. Вот такие разные виды облигаций, поэтому не удивляйтесь и смотрите информацию по каждой облигации отдельно. А на сегодня все, я надеюсь, что это видео было полезно. Конкретно по разным конкретным видам облигаций я думаю, что сниму отдельное видео. Ну а сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий. Лайк, подписка, как всегда, и задавайте вопросы, поделитесь этим видео со знакомыми, я буду очень благодарен. На сегодня все, пока-пока-пока.